Да, коллеги, давайте начинать. Так, далее пару минут еще присоединиться, кто уже будет подключаться в процессе. Ну, давайте, с кем еще мы не знакомы, я коротко представлюсь. Меня зовут Данил. Я в IT, в общем, действительно, уже там 30 плюс лет с института. Тоже вот стараюсь развиваться. Занялся проектами, потом портфелями. Сейчас вот в рамках своих портфелей уже есть и проекты, и продукты. Вот, в общем, как в какой-то момент, знакомясь со всякими новинками, сам заметил, что, оказывается, у нас в компании тоже где-то DevOps используется. Ну, не в чистом, конечно, виде, но в чистом виде вообще ничего нигде не используется. Но элементы DevOps есть. Ну, это, кстати, на самом деле подтверждение того, что вот эти подходы, фреймворки, культуры, они на самом деле имеют место быть, если их никто-то придумал. Да, это вот действительно такое подтверждение, что, о, у тебя что-то такое есть, похожее, да, там не 100%, не буквально, но достаточно близко этого, процентов там на 70, на 60, у кого-то там на 80 совпадает. То есть, действительно, там, тот же DevOps, тот же IT, проектные различные подходы, они формализуются не просто, что кто-то сел вот и придумал, да, нечто, а действительно вырастают из жизни, и вот различные организации, чаще это какие-то некоммерческие, иногда и коммерческие, иногда какие-то формальные структуры, типа там, ISO, организации по сертификации, они аккумулируют вот этот опыт, агрегируют, обобщают и представляют на виде вот таких методологий, стандартов, фреймворков и так далее, да, и методологий вот потом распространяется, пополняется, ну, а, соответственно, попадает куда-то и на курсы, ну, вот, соответственно, да, в специалисте, ну, соответственно, в специалисте тоже обновляем эти линейки курсов, вот, в том числе появились курсы и по DevOps, вот, ну, как, достаточно уже давно, году, наверное, не соврать, в 18-м, можно даже в конце 17-го года, вот, но я сегодня о чем хотел бы поговорить, понятно, у нас сейчас там не полноценный курс, а некий такой топик, да, и хотел бы поговорить как раз об одной теме, вот, Александр, вижу, вы пишете, коллеги, кстати, ну, я понимаю, там, если что хотите, пишите, пишите, конечно, в личку, там, нет проблем, но, в принципе, есть там, ничего, с куба секретного нет, пишите, чтобы все видели в общий чат, вот, вот, Александр, как раз пишет, что, да, посмотреть, в чем плюсы и минусы, да, вот в этом и есть задача, потому что, ну, действительно, всяких там фреймворков, всего прочего, их очень много, естественно, у нормального человека, который, вот, работает, выступает как организатор работы или в качестве разработчика, тестировщика, аналитика, ну, действительно, если ты в это не погружен, там, голова может вот так кругом пойти, и то есть, и это, и это, и там ничего делать, да, вот, действительно, нужно понимать, какие подходы лучше в какой ситуации работают, а когда лучше, ну, несмотря даже на, там, может быть, какую-то модность, популярность, хайповость, и не пытаться, что называется, прикрутить лишь бы по принципу, чтобы было как у всех, да, вот, потому что, действительно, каждый подход, вот, я тут вначале, так, немножко стал рассуждать, да, вот, действительно, всяких походов, методологий, фреймворков очень много, некоторые дублируют друг друга, некоторые относятся к разному опыту, это нормально, правильно, и задача, на самом деле, в том и состоит, чтобы понимать, когда что лучше работает, в зависимости от каких условий, а когда лучше, действительно, ну, не пытаться, как-то говорят, да, там, подставкой от микроскопа гвозди забивать, подставка от микроскопа, если кто видел, она такая хорошая, тяжелая, увесистая, ей можно гвозди забивать, ну, как-то неудобно, держать ни за что, линзы можно на микроскопе повредить, да, то есть, вот так же и со всеми подходами, понимаете, нет плохого подхода, и нет хорошего. Есть модные, но модные, это не значит ни хороший, ни плохой, я, скорее, к слову модные отношусь, может быть, немножко, скорее, с негативной коннотацией, потому что, действительно, ну, у меня консалтинговая практика, коллеги, кто вот уже у меня не первый раз, знаете, я всегда это говорю, всегда, собственно, вот, и из этого своего опыта, и на курсах примерами делюсь, что проблемы, вот, обязательно начинают вылезать, как только какая-нибудь компания или команда пытается что-то применить, неважно, как это называется, водопад, скрам, девопс, лин, канбан, и клавов, как говорится, много, да, вот, если это, знаешь, прийти, потому что вот у всех есть вот это модно, вот это стильно, современно, мы это будем делать, это вот очень такой прямой путь к тому, чтобы провалиться. И вот я как раз предлагаю сегодня и поговорить о том, когда девопс действительно дает хороший результат, а когда, при каких, так скажем, флажочках, нужно задуматься очень сильно, а нужен ли вам девопс, то, возможно, та область, в которой вы сейчас работаете, область деятельности, компания, сектор экономики, состав команды, они не очень подходят для девопса, и не надо, вот, что называется, бороться с ветряными мельницами, пытаться внедрить просто потому, что внедряют все. Вот, таким образом. Ну, коллеги, контакты наши видите, я в конце еще контакты тоже покажу, так что, естественно, на связи. Ну, чтобы говорить о том, что, когда девопс полезен, когда вот действительно он приносит пользу, когда вот то, что называется, играет плюс, давайте сначала немножечко, буквально, конечно, в нескольких словах вспомним, откуда девопс пошел и на что он ориентирован. Собственно, это и будет ответом на вопрос. То, на что девопс ориентирован, если эти условия сходятся, значит, от него будет польза. Если эти условия не сходятся, значит, от него пользы, скорее всего, не будет. То есть, понятно, что любая методика, методология, конечно, нацелена на какую-то там поддержку целей компании, на повышение ценности, эффективности, ну и, в общем, все эти правильные слова, да. Да, естественно, ну, кто же скажет-то в здравом уме, что мы тут что-то такое изобрели, ну, в общем, нам плевать на вашу эффективность, ну, зато вот у нас тут круто придумано. Конечно, и девопс, и любая другая методология, ну, девопс не методология, ну, ладно, я, к примеру, направлены девопс-культуру, да, направлены на поддержку целей компании, на достижения. На что именно направлен девопс? Во-первых, на сокращение цикла разработки. То есть, когда разработка цифрового продукта, IT-продукта идет в максимально коротких циклах. Вот, пожалуйста, кстати, к вопросу о применимости. Первый флажочек. Если надо работать в коротких циклах, а мы с вами сейчас чуть дальше поговорим, когда надо работать в коротких циклах. Уже, да, уже это такой флажочек в сторону девопса. Ну, максимальная автоматизация – это хороший довесок, но, кстати, не является абсолютно обязательным. И, в общем, даже в самой девопс-культуре категорически не рекомендуют с автоматизацией начинать. Автоматизация – это самое последнее, что делать. Ну, это, собственно, опять же, не особенность девопса – это в любой деятельности. То есть, сначала на деятельность отладить, а потом уже что-то отлаженное автоматизировать. Иначе будет как… уже надоело повторять, что такое автоматизация хаоса. Ну, вот такое тоже модное слово – антихрупкость, да, antifragility. Что такое антихрупкость? То есть, устойчивость к внешним воздействиям, к изменениям в окружении, на рынке, среди конкурентов, регуляторов, форс-мажорам и так далее, и так далее. Это, кстати, довольно тесно связано с сокращенными циклами разработки. То есть, если цикл короткий, значит, на коротком цикле проще подстроиться. Короткий цикл выполнили, за это время что-то поменялось. На следующем цикле уже вот эти изменения какие-то учитывают. В этом смысле, да, девопс, конечно, очень тоже хорошо может сыграть. То есть, принципы бережливости. Ну, про бережливость можно говорить много, собственно. Все практически современные методологии выросли из принципов бережливости, да, это вот там Тойота, конец 60-х, начало 70-х годов. Собственно, тот же agile – это что такое? Это такое очень узкое заимствование из лин практик, да. Просто agile как бы на слуху у всех, лин все-таки чуть поменьше. Но на самом деле agile – очень многое заимствие, вообще построено на основе бережливых практик. Ну, если в двух словах, в чем заключаются бережливые, ну, даже не заключаются, а в чем принцип бережливых практик, бережливого управления. Этот принцип заключен в том, чтобы выявлять какие-то ненужные или нерациональные действия, или, как их называют в бережливом управлении, потери. То есть переделки, баги. В IT-разработке, например, полировать какие-нибудь фичи, которые потом будут использоваться раз в три года одним пользователем. Ресурсы потрачены, а реально не востребованы. У всякого рода простой задержки в разработке, когда часть работы сделана, вроде ресурс потрачен, а часть работ не доделана. То есть получается, что продакшн выпускать нельзя, да. Получается, работа зря потрачена, ресурс зря потрачен. Да, не выпустили в продакшн, ну, и так далее, и так далее. Как раз, собственно, одна из тем, которую на базовом даже DevOps курсе разбираем, это вот эти восемь принципов бережливости и как они проявляют, простите, восемь типов потерь. В рамках принципов бережливости мы разбираем восемь типов потерь и как эти типы потерь проявляются именно при IT-разработке и при сопровождении продукта. Ну, вот в частности, кстати, вот как раз один из аспектов, который стал таким толчком к придумыванию DevOps, назовем таким образом. Да, к тому, что DevOps придумали, да. К тому, что DevOps придумали. Это сложности во взаимодействии между командами разработки и поддержки. Какие возникают потери? Ну, пожалуйста, давайте, можете тоже писать в чат, кто с чем сталкивался. Какие сложности возникают между разработкой и поддержкой, да, там, development support. Кто с чем сталкивался, давайте. Ваше мнение, опыт. Я пока приведу, я пока приведу, ну, можно сказать, и свои, да и такие достаточно, они на самом деле часто встречающиеся. Разработчики, например, не учитывают требования к сопровождению продукта. То есть функционал, который нужен заказчику разработан, а как он будет сопровождаться, не особо учтено. Бывает? Бывает еще как. Что потом происходит? Тяжело исправлять баги, регулярно возникают инциденты, заказчик несет потери, заказчик недоволен службой поддержки. Служба поддержки эскалирует эти инциденты в результате, затягивается их решение, то есть то простое больше у заказчика, опять недовольство, ну и так далее. Вот, пожалуйста, один из примеров. Один из примеров. Вот. Какие еще могут быть ситуации? Разработчики, поскольку они понимают, что они отделены от конечных пользователей, они будут настолько вот, ну, не вдаваться в их потребности. Может такое быть. Может, это плохо. Это значит, да, не очень хорошая, не очень выстроенная команда разработки и так далее. Это плохо. Но. Но. Такое, к сожалению, бывает. Как ответ на такую и целый ряд еще других сложностей, связанных с разделением, вследствие с более плохим пониманием и, как следствие, с разного рода потерями и в команде разработки, и в команде поддержки. И в конечном итоге у пользователя и у заказчика, в общем-то, вот появился такой подход, который получил название DevOps. Собственно, ну, DevOps, кто-то уже знает, наверное, уже лет 10 как появился, даже больше уже, лет 13. Кто-то, может, еще только вот само слово слышал. Это аббревиатура Development and Operations, то есть разработка и операционная. В чем суть подхода? В том, что за продукт, за услугу отвечает одна команда целиком. От и до, или вот, как говорят, на всем жизненном цикле. Вот, конечная ответственность за результат, это вот один из ключевых как раз принципов DevOps, то есть ответственность за достиг команды, ну, и, естественно, владельцы этого продукта, как части команды, за достигаемый результат. Не то, что я разработал, а вы потом там как хотите сопровождаете, или наоборот, вы там что-то наваяли, а мы тут теперь мучаемся, значит, как-то поддерживаем работоспособность. Да еще и от нас что-то хотят, чтобы там какие-то там фичи новые делали, что-то там допиливали. Как это делать? Нет. Одна команда отвечает за продукт от начала до конца, до конца, то есть буквально до вывода его из эксплуатации. То есть начальный сбор требований, определение продукта, создание, вывод его, дальнейшее развитие. Эта же команда занимается исправлением, если, ну, не если, а когда возникают такие-то инциденты, проблемы. И, собственно, продуктовый бэклог – это единый бэклог новых фич, инцидентов, каких-то там текущих улучшений, доработок. И он и приоритизируется как единый бэклог, исходя из значимости и инцидента, и новой фичи, и каких-то там текущих улучшений для заказчика. И тут уже не перераспределишь ответственность, не скажешь, это кто-то там разработал, или там, подождите, мы отправили вашу заявку в команду разработки, ждите и так далее. Здесь такого нет. Все, вот это все одна команда, одна DevOps-команда. И в этом смысле DevOps, конечно, имеет очень существенные плюсы, потому что и команда полностью понимает продукт, команда взаимодействует с заказчиками, с пользователями и несет ответственность. Вообще-то, ну, по-хорошему, это, конечно, сейчас не тема вот этого нашего именно семинара, но по-хорошему, конечно, и финансовая должна быть у команды, так или иначе, заинтересованность именно в конечном результате работы продукта, а не просто мы сделали, что вы просили. Поэтому, конечно, это тоже важный фактор, который подвигает к использованию DevOps, когда необходимо продукт регулярно дорабатывать, развивать, когда команда разработчиков, разработки и сопровождения должна быть в тесном контакте с, должна быть в тесном контакте с пользователями, с заказчиками, понимать их нужды, а пользователи заказчики, в твою очередь, должны быть в очень тесном контакте, то есть не отмахиваться с чем, мы тоже, в общем, согласитесь, сталкиваемся, к сожалению, чаще, чаще, чем хотелось бы, что мы сталкиваемся с тем, что пользователь говорит, мы вам что-то сказали, вот делайте, чтобы у нас работала, и вообще не отвлекайте у нас своя работа. Да, конечно, у пользователей своя работа, ну, а кто знает, как вы работаете, а кто знает, что нужно заказчику? Естественно, заказчик, представители заказчика, конечные пользователи должны быть в контакте. И вот этот факт или вот эти требования, их наличие или, наоборот, отсутствие тоже являются крайне важными факторами с точки зрения использовать DevOps или не использовать. Если команда коммуникативная, активная, если пользователи, представители заказчика готовы сотрудничать, то да, это хорошая среда для DevOps. Но и наоборот, обратная сторона медали. Если пользователи, представители заказчика вот так отмахиваются, если в компании культура и серии я сказал, иди делай, это очень слабая среда для DevOps. И тут либо должна быть уже некая воля и команд, и руководство, что очень важно, на изменение такой рабочей среды, организационной культуры, как ее называют, да, либо не надо затевать DevOps, потому что DevOps в среде и серии вот вам распоряжение, что делать, идите, делайте, ну, DevOps там уже не будет работать. DevOps там скорее будет вести к хаосу, чем к результату. Еще один очень важный аспект, который вот на этом слайде, он на самом деле вынесен на первое место. Ну, здесь первое место, это не значит, что это самое важное, это просто как некий перечень. Вот принцип DevOps, то, что одна команда полностью отвечает за продукт, команда вот так тесно работает, он имеет довольно очевидное следствие, что DevOps команды, они не могут быть крупными. Ну, 10 человек это максимум, в некоторых фреймворках пишут до 12, ну, наверное, да, 12 самый максимум. Ну, то есть DevOps команда, это как скрам-команда, да, там 7 плюс-минус 2, там от 5 до 9, ну, до 10 человек. Потому что, естественно, если людей в команде будет больше, то, соответственно, они начнут дробиться на какие-то подкоманды. Ну, понятно, больше, чем 10, ну, максимум 12 человек, просто напрямую тяжело организовать друг с другом, им будет взаимодействие. К чему это приводит? Тоже к своим одновременно и к плюсам, и к ограничениям использования. Вот обратите внимание, малые кросс-функциональные команды, что это значит? Про малые я сказал, кросс-функциональные, то есть в команде должны быть люди всех профилей, компетенции, специальностей, в конце концов, которые нужны, чтобы вот данный конкретный продукт поддерживать. И развивать. А, вот, то есть продукт объективно будет маленький. Ну, не все продукты маленькие. Ну, возьмите какую-нибудь ERP-систему. Вот если она модульная, то в ней может каждый модуль небольшой расцениваться, как вот такой мини-продукт. А вся система как макро-продукт. Ну, если мы возьмем, например, там 1С-бухгалтерия, ну, даже не, ну, наверное, может рассматриваться, как вот такой мини-продукт. Ну, сколько обычно в компаниях 1С-бухгалтерию людей поддерживают? Ну, 2, ну, 3, там, 1С-программиста. Ну, если им добавить аналитика, там, сотрудника поддержки, вот, красно, команда 5-6 человек может поддерживать 1С-бухгалтерию. Там 1С-склад поддерживает другая команда какая-то. Да, вот, ну, может быть. А если это какая-то цельная крупная система, и там действительно нужна вот команда и на поддержку, и на разработку, и на сопровождение, ну, большая, ну, тоже этот DevOps, скорее всего, не сработает. Значит, лучше его и не использовать. Личностные качества, ну, о чем, собственно, мы уже начали говорить. DevOps предполагает, безусловно, командную ответственность за продукт. То есть каждый член команды, будь то тестировщик, будь то администратор баз данных, будь то инженер по DevOps автоматизации, который владеет средствами, там, Docker, Kubernetes, HouseMonkey и так далее, они должны не зам... не может человек замыкаться в области своей компетенции. Он должен уметь взаимодействовать со своими коллегами, он должен уметь взаимодействовать с заказчиками, он должен все время искать, как лучше выстроить работу, что еще предложить заказчику. То есть должен быть такой, ну, как сказать, экстраверт, да, если так, в таком профессиональном смысле. Да, кстати, и в общенческом команде тоже отчасти. То есть люди должны быть экстраверты, направленные на общение, взаимодействие, на то, чтобы помочь своим коллегам, на то, чтобы их выслушать, на то, чтобы выслушать пользователей, быть в диалоге. Вот тогда DevOps работает очень хорошо. Если команда в основном будет состоять из, как это говорится, классических админов, то, наверное, с DevOps будут сложности. Причем, наверное, это просто вежливая фигура речи. В этом случае DevOps точно лучше не использовать. Ну, я сейчас не буду, у нас все-таки время достаточно лимитированное. Там могут быть, конечно, всякие гибридные построения у себя в компании. Не то, чтобы используем, они естественным образом сложились, там, некие гибриды. Но это уже действительно такие гибриды, это не совсем DevOps. Это вот как раз к тому, что нужно понимать, как адаптировать разные фреймворки, культуры и прочих своей организаций. Поэтому, если вы понимаете, что у вас в команде значительное число людей, которые не готовы к такой активной позиции, взаимодействию, нужно задуматься, либо готовить этих людей, как-то прокачивать их, такие коммуникативные навыки, то, что к soft skills относится, либо пока не торопиться с DevOps. То есть, тоже возможный вариант, тоже возможный вариант, не нужно думать, что это вот прям DevOps – это фанацея. DevOps – это инструмент, хороший инструмент, но я с чего и начал. Как любой инструмент, нужно понимать, к чему его применить и каким образом. Таким образом, давайте попробуем подвести первый итог, выйти на резюме, когда DevOps действительно дает явные такие выгоды, преимущества, и когда действительно нужно стараться его внедрять и использовать. Вот для этого давайте посмотрим на такой идеальный цикл DevOps. DevOps – это что? Это те самые цикл частых поставок, инкрементов продукта с частой обратной связью. В DevOps даже есть термин «экстремальная обратная связь». Ну, на самом деле, ничего такого экстремального нет, это просто подчеркивает. Это просто подчеркивает, что обратная связь должна быть частая, постоянная и от пользователей, и от членов команды, и от других команд, которые работают со смежными продуктами. И обратная связь не только от людей, но и от систем мониторинга, как продукт работает, как работают его составные части, как его используют, насколько часто его используют. И получая весь этот комплекс обратной связи, включая, естественно, и внешнюю среду, планировать то делать в следующем релизе максимально, чтобы приносить пользу. Каждый следующий релиз решал именно ближайшие актуальные задачи. Если продукт этого требует, то DevOps отлично работает. Ну, какой можно привести такой хороший пример, который, наверное, будет всем понятен? Это банковские, допустим, приложения. Банков много, как там Центробанк не прореживался, все равно банков несколько сот. Вот, они конкурируют, и любой банковский продукт, ну, любой, может быть, сильно сказано, ну, по крайней мере, на таком, на массовом рынке, да, для физических лиц, да, во многом и для юриков, он отцепрован. Да, мы можем зайти в личный кабинет, там, на сайте или в мобильное приложение, там, выполнить массу действий. Что значит выполнить массу действий? То есть воспользоваться тем или иным уже банковским продуктом. То есть IT-продукт и финансовый продукт уже друг от друга не разрывны. Значит, нужно все время какие-то предлагать новые возможности, те самые новые фичи, естественно, обеспечивать стабильность работы, конфиденциальность и так далее. То есть противостоять конкурентам, конкурент что-то выпустили, вот, в следующем релизе надо и нам что-то сделать. Вот в таких ситуациях DevOps как раз хорошо работает. Быстрая реакция. Ну, давайте резюмируем то, что мы говорили. Какой чек-лист условий, когда применение DevOps действительно даст такой хороший, значимый результат. Первое и, наверное, действительно самое главное, это первые два вот в этом списке. Это вовлеченность заказчика и пользователей и вовлеченность, мотивированность команд. Ну, собственно, вот, как я и говорил, это две абсолютно неразрывные вещи. Иначе просто не будет коммуникации, не будет вот этого быстрого фидбэка, быстрой реакции и быстрой поставки результата. Да, и зачем тогда вообще огородно? Готовность инфраструктуры. Сколько мы говорим о быстрой адаптации, то, естественно, лучше всего для этого подходит облачная инфраструктура. То есть, когда можно быстро проводить эксперименты, быстро строить те самые песочницы. Если есть такая возможность, это очень хорошо, да, тогда можно использовать как раз и инструменты автоматизации DevOps. Вот еще раз на всякий случай хочу развеять созданное там кадровиками и чарами какое-то не очень правильное определение. Сейчас очень часто говорят DevOps-инженер, DevOps-инженер. Кто это такой? Нет такой профессии DevOps-инженер. Есть люди, которые умеют работать со специфическими средствами автоматизации DevOps. Докеры, кубернет и так далее. Гид и прочее, и прочее. Но еще раз говорю, DevOps- это культура в первую очередь. У вас не будет в начале автоматизации просто, в принципе, начиная с автоматизации, это бред. Автоматизация появляется, когда выстроено вот это взаимодействие заказчика, пользователей внутри команды, соседними командами. И возникает понимание, что нужно, что из себя представляет продукт. А тогда уже технологически реализовывать, да, подтягивать. Ну и, естественно, вот последний пункт здесь, о чем тоже по ходу я говорил. Давайте резюмируем. Архитектура микросервисов, то есть, когда может быть множество микропродуктов, взаимодействующих между собой. Ну и равно как наоборот, если это какие-то консолидированные, или как их еще называют, монолитные приложения, ну, DevOps довольно слабо. Вот таковы условия, при которых действительно стоит задуматься о внедрении у себя DevOps культуры. Ну и, кстати, поскольку вот об условиях внедрения мы говорим, давайте закончу на том, что совершенно не нужно думать, что DevOps нужно внедрять во всей компании, во всем IT. Нет, абсолютно. На каких-то участках работы может использоваться DevOps. Где-то agile, но без DevOps элементов. Где-то будут использоваться классические схемы с линейными водопадными проектами и классической поддержкой, там, в несколько линий, первая, вторая, третья. Это все прекрасно уживается внутри одной организации. Никакого, как-то сказать, такого всеобщего замаха быть не должно. Это вот опять-таки с чего я начал. Для решения каждой конкретной задачи должен выбираться свой инструмент. Я приводил пример, тут немножечко, может, даже не пример, так упоминал банки. Допустим, как в таких зрелых крупных банках делают продукты, которые наружу выставлены, там, действительно, рыночная конкуренция, там, где регуляторы все время многочисленные контролируют. Они, действительно, очень часто идут по agile, там внедряется DevOps. А вот back-office продукты, где важна стабильность, надежность работы, ну, то есть такие вот инфраструктуры, они разрабатываются так жестко по водопаду, с очень жестким тестированием, с отдельными тестовыми средами и так далее. Это все прекрасно между собой уживается. Вот, коллеги, если есть какие-то комментарии, пожалуйста, прошу, прошу, мы тогда давайте как раз перейдем и попробуем, ну, так, не сразу резюмировать, но постепенно, да. Когда DevOps сложно применить, соответственно, надо задуматься, а нужен ли он вообще. Ну, вот, как раз я уже упоминал, вот, да, такой слайд. Если, например, пользователи или, что еще более критично, члены команды занимают массовую позицию, я просто хочу делать свою работу. Вот я админ, я там свои, там, чего-то там настраиваю и больше меня не трогаете. Я вот разработчик, мне задачу поставьте, я вот напишу и делайте с ним, что хотите. Я вот пользователь, я операционист банка, я вот тут сижу, у меня клиент, не надо от меня ничего хотеть. Пусть оно у меня работает. Вот это достаточно такое серьезное ограничение в применении DevOps. И, как я уже говорил, ну, либо во многом тогда это решение руководства менять культуру, а смена культуры – это и прокачка скиллов людей, а иногда это и частичная замена персонала, то есть это довольно сложная штука. И уж точно ради DevOps это делать никто не будет. Это будет делать только, если есть какая-то более крупная цель для компании. DevOps там может устроиться. Либо DevOps не применится. Еще одно ограничение. Вот как раз те самые микросервисы. Кстати, сами DevOps-разработчики, ну, я имею в виду разработчики крайворков DevOps-культуры, TASA, EXIM, они про это не говорят, но это то, что вот реально мы видим на практике. Конечно, возможность использования DevOps-а очень сильно зависит от того, с каким количеством вот этих микросервисов работает реальный пользователь. Я не случайно так сакцентировал внимание, что, ну, объективно, DevOps-а малые команды, значит, и сервисы небольшие. И если с такой, ну, например, на предприятии, в корпоративной среде, среднестатистические пользователи работают с 5-6-7, там, ну, тоже до 10, да, это вот то, что человек может удержать в поле своего зрения сервисов, то, да, DevOps будет работать нормально. А вот теперь представьте, вот просто себя поставьте на место. Вы пользователь, и у вас там 30, 40, 50 микросервисов. И по одному надо работать с другой командой, по другому с другой, а по 30-ому с 30-ой. Что вы скажете? Вы скажете, загорите, вы все огнем. Я еще всех вас помнил. У меня своей работы хватает. И это не та же самая фраза, что я просто хочу делать. Нет, потому что, действительно, тогда это будет объективно пользователю неудобно и будет ухудшать его производительность, ухудшать качество его основной деятельности, а не помогать. Поэтому, когда очень много вот различных функциональных блоков, я не хочу сказать, что DevOps невозможен. Он возможен, но он требует продумывания, подхода, как не навредить. Потому что, да, иначе будет вот как-то пользователь в виде шивы, много рук. И то, и то, и то ему из множества команд, и со всеми надо быть на демо, и всем дать обратную связь. А работать когда? И это может стать объективным препятствием. На самом деле, да. Ну и вот давайте, давайте резюмируем такой же вот чек-лист, когда надо крепко задуматься, что состоит ли применять DevOps, когда велики риски права. В первую очередь, это вот, конечно, открытая культура, гибкость внутри компании. Именно компании, даже не команды. Если ее нет, DevOps может скорее навредить. И перепрыгнуть вот эти стадии развития компании, когда, ну, компания как развивается? Сначала команда, потом жесткая иерархия, а потом уже опять горизонтальные связи делегировали. Перепрыгнуть это нельзя. Если компания объективно находится на стадии развития, когда там выстраивается такая функциональная структура, например, в стадии роста компании, там функциональная структура, ну, она обеспечивает больше устойчивости. Тогда, может быть, это действительно просто не пришло еще время для DevOps. Личностные качества, безусловно. Обязательная терпимость к мнениям других. Не просто терпимость, это здесь даже слишком такой термин. Уважение, готовность учитывать мнения других, разумеется, при условии, что и твое учитывается. То есть это вот именно культура взаимодействия и совместной работы на результат. Культура не обвинительная, а культура извлечения уроков, потому что DevOps опирается, один из его еще принципов, fast fail, да, быстрые неудачи. Что значит быстрые неудачи? Мы где-то вот в песочнице, в тестовой среде попробовали, у нас не получилось, мы имеем на это право. Мы не имеем права ерунду в прод выдавать. А в песочнице у нас должно быть время на эксперимент. А если такой культуры, опять же, в компании нет, ну какой там DevOps, все гонится сплошным потоком в прод, это скорее приведет тогда к правам. Вот в таких случаях, в таких ситуациях как раз стоит задуматься над тем, что, возможно, с DevOps пока стоит повременить. Ну и вот, собственно, где мы более подробно об этом говорим. Ну специалист наиболее плотно работает вот с такой организацией, тоже такая некоммерческая организация, DevOps Agile Skills Association, да, ассоциация опыта и навыков в области DevOps и Agile. Вот они выпускают как раз, но это они не позиционируют как фреймворк, а именно как культуру, именно как культуру описания, рекомендации, ну можно сказать, лучшие практики, да, где есть, естественно, основы некие общие понимания, есть, скажем, работа с командой, и есть уже более старшая роль продактованера, лидера, ну, код сейчас тоже популярная вещь. Вот у нас как раз вот эта вот линейка построена именно как через команду, то есть, в принципе, что такое DevOps, да, это вот как раз через несколько дней недели будет курс, потом вот как строить команду, и потом уже как становиться или как развивать вот этот самый продукт, да, и какова роль продактованера. Как строить команду, ну, это тоже там через две с небольшими недели как раз будет курс. Он такой довольно любопытный, там с отработкой софт-скиллов, как раз работа в виртуальных командах. Говорится, надо пользоваться возможностями. Как раз сейчас такая эпидемия, много виртуала, вот как раз и отработка работы в виртуальных командах, в том числе, да, в реальности. Так что, вот, посмотрим. Коллеги, пожалуйста, у кого какие вопросы, комментарии, кто готов поделиться. И я хотел бы еще передать слово своим коллегам. Кто подскажет? Марина, Яна, кто подскажет? Я вижу обе. На связи. Да, здравствуйте. Слышно меня? Да, Яна, здравствуйте. Вам экранчик передать или мне с моего экрана будете? Нет-нет, все как есть, буквально пару минут. Ну, пожалуйста. Да, добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы благодарим вас за прослушанный семинар. Хочу сообщить, что каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Вот, чтобы ею воспользоваться, необходимо позвонить по телефону или написать по электронной почте промокод «Иду вперед». Я оставлю эту информацию в чате. Также, чтобы воспользоваться прямо сейчас этим промокодом, вы можете также заполнить форму. Вот. По поводу самого курса «Дивопс. Базовый уровень» стартует ближайшая группа у нас 5 апреля. Курс длится 16 академических часов. Программу курса я также оставлю в чате, где можно будет ознакомиться более подробно. И также обратите, пожалуйста, внимание, что все курсы можно пройти по отдельности или же в составе дипломных или комплексных программ. Так будет значительно выгоднее по стоимости. Информацию по дипломным программам тоже вам направлю. И контакты для записи вы сможете нам написать или перезвонить. Пожалуйста, обращайтесь. Да, Яна, спасибо. Там действительно все аккредитованные программы. Так что, коллеги, у кого-то, если кто-то хочет? Да, если есть дополнительные вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я вот вижу, кто Александр включили. Если есть какие-то вопросы, комментарии, да, пожалуйста. Как я и говорил, с удовольствием дадим слово. Если сейчас комментариев, вопросов нет, коллеги, пожалуйста, вопросы. Ну и хочу поблагодарить, еще раз оказать контакты. Мы на связи. Все коллеги, я подшел. Будем рады вас видеть. Спасибо. Спасибо.